приветствую уважаемые трейдеры с вами я мария кухта и вы смотрите рубрику пульс рынка с марии кухтой в сегодняшнем обзоре будет несколько свежих торговых идей для вас мы посмотрим криптовалютный рынок ripple и посмотрим валютный рынок евро доллар новозеландский доллар против американского доллара и фунт доллар также посмотрим по этим инструментом будут свежие торговые рекомендации но я бы хотела начать с криптовалютного рынка с рипла почему потому что на самом деле по риплу на текущий момент уже сформировалась хорошая свежая торговая ситуация для дальнейшего снижения по остальным инструментам из валютного рынка немножечко есть нюансы о которых я сегодня расскажу тем не менее тоже есть неплохие скажем предпосылки для снижения тем не менее я обозначу нюансы по валютному рынку которые стоят на которые вернее стоит обратить внимание и покажу чего нужно еще подождать для того чтобы открывать торговые позиции соответствующие так давайте начнем рипл юсдт посмотрим друзья по риплу на самом деле замечательная торговая ситуация текущего сформировалась хороший сильный торговый паттерн уже на текущий момент образовался у нас есть шартовые движения перекрыть шартовы которое прошло 23 24 февраля по данному криптовалютному инструменту после этого хорошая длительное накопление позиции с перекрытием локальным здесь у нас удержали откатный уровень сопротивления 0 3830 не пусили цену выше наоборот произошло шартовое перекрытие после чего это перекрытие подтвердилось двумя двумя дневочками последующими вчера позавчера хорошо закрылись дневки и сегодня уже локально сжать цены вниз по риплу мы с вами видим поэтому открываем шарты стоп лосс выставляем за максим коррекции примерно 0 3850 это правильный стоп в данном случае это стоп отмена сценария можно пробовать и с коротким стопом поскольку уже есть зажать а цены вниз локальная можно попробовать и поставить короткий стоп в районе 0 3810 за локальные откатные днев очки тем не менее стоп лосс отмена сценария это ценовой уровень 0 3850 тот который я уже обозначила если будем пробивать эту ценовую отметку и закрепляться выше в таком случае у нас произойдет отмена текущего шартового сценария у нас произойдет значит слома текущего паттерна шартового и в таком случае дальше будем двигаться наверх тем не менее а ситуация локальная замечательно сформировала торговую позицию для снижения можно открывать шарты секущих и ожидать дальнейшего пролива вниз с целью на обновление минимумов опоза вчерашнего дня времени 0 35 40 и ниже в сторону защиты от хорошего накопления позиции после импульсного шартового перекрытия и подтверждение этого перекрытия работаем в шорт и цели для продажи я обозначила также напомню что я со своими подписчиками еще ранее открывала шарты по риплу также давала публичные торговые рекомендации на продажу по данному криптовалютному инструменту а кому интересно посмотрите на моем youtube канале мария кухто трейдер есть видео в свободном доступе шартим крипту торговые идеи 24 февраля друзья поэтому посмотрите если вы еще не посмотрели можете сами убедиться в том что не постфактам рекомендовала открывать шорт по риплу примерно на ценовой зоне 0 3880 здесь мы торговались от хорошего локального паттерна замечательно у нас себя отработка значит паттерна произошла то есть добой вниз еще один мы с вами увидели позавчера а 3 марта по данным криптовалютному инструменту тем не менее текущая картина позволяет дополнительно работать в шорт дополнительно до открытия продажи по риплу и ожидать хорошего дальнейшего импульсного пролива вниз по данным криптовалютным инструментом это первая торговая идея для вас как я уже сказала здесь у нас есть все предпосылки все хорошие защитные предпосылки для снижения а теперь давайте перейдем к валютному рынку евро доллар начнем с евро доллара друзья на самом деле хочу сказать несколько слов о валютном рынке на самом деле ситуация здесь у нас немножечко не настолько уверенная как по крипто рынку пока как по риплу почему потому что на самом деле немножечко смущают вот эти лонговые импульсные движения которые у нас прошли 1 марта по валютному рынку смотрите есть лонговые импульсы наверх для того чтобы работать дальше в шорт по евро нам нужно перекрыться шортовое с подтверждением перекрытие которое будет скажем отменять актуальность этого лонгового движения перекрытие которое будет показывать что импульс наверх у нас был выносным а не истинным перекрытие которое само собой в принципе показывает дальнейшее направление по инструменту в сторону защиты если оно будет иметь подтверждение в данном случае что мы видим по евро доллару но на самом деле основная идея которую я рассматриваю по евро и это продажа сейчас объясню почему но есть один нюанс который нужно еще подождать локальный и тоже сейчас скажу какой нюанс здесь нужно подождать итак по евро у нас есть довольно уверенное ценовое давление на дневном таймфрейме которое произошло фактически с начала февраля и продолжилось до конца февраля март у нас показал небольшую локальную коррекцию тем не менее исходя из текущей картинки графической текущей картинки локальной рискну предположить что вот этот рост который мы с вами видели в конце февраля и в начале текущего месяца марта это была всего лишь навсего коррекция в рамках шартового такого давления за месяц февраль а почему потому что на самом деле уже есть текущие неплохие предпосылки для того чтобы это определить смотрите после этого роста основной здесь у нас получается импульс от 1 марта рост на верх после этого шартовые локальное такое снижение 2 марта и откатная дневочка после этого шартового движения в таком случае текущая комбинация позиций позволяет определить евро как наличие продаж дальнейших после шартового перекрытия которое прошло 2 марта и после откатной коррекционной дневочки в рамках этого перекрытия от 3 марта в сторону защитных импульсов защитного давления которое происходило в начале вернее в месяце феврале в прошлом месяце но есть один нюанс еще если перейти на локальный таймфрейм на часовой таймфрейм мы видим что еще присутствует небольшое такое поджатие цены наверх то есть для того чтобы открыть продажу по евро доллару нам нужно подождать свежего перекрытия вниз хотя бы на часовом таймфрейме то есть если будет локальный импульс вниз по евро хотя бы на h1 в таком случае можно открывать шарты поэтому друзья вот такая рекомендация по евро в принципе евро как я уже сказала скорректировалась до зеркального сопротивления здесь есть еще у нас усиление откатного уровня зеркалом то есть 1 0 6 70 основная зона сопротивления выше которой не пустили медведи цену то есть здесь мы остановили свой рост коррекционный показали локальную реакцию вниз на эту ценовую зону и показали набор позиций в рамках перекрывающего шартового импульса от 2 марта поэтому неплохие текущие предпосылки для продаж тем не менее нюанс который я отметила очень важен на самом деле потому что сейчас еще в моменте мы находимся в небольшом локальном поджатии а вот этот нюанс с локальным перекрытием он просто подтвердит подтвердить дальнейшее шартовое направление по евро подтвердит актуальность перекрытия от 2 марта и подтвердит соответствующее дальнейшее снижение по данной валютной паре поэтому вы можете взять себе на заметку евро доллар для торговли для торговли на продажу с понедельника можно пробовать открывать либо в понедельник покажем вот это шартовое перекрытие на часовом таймфрейме либо вы возможно еще понедельник у нас будет до набирать торговые позиции уже вторник среда покажем хороший дальнейший импульс и вниз в сторону краткосрочной тенденции по евро которая у нас сформировалась в месяц в феврале а новозеландский доллар давайте посмотрим но на самом деле по новозеландцу здесь получше ситуация почему а потому что уже уже есть сформированный хороший шартовый паттерн друзья есть защита шартовая слева которая у нас прошла во вторник 14 февраля началась и закончилась 24 февраля то есть 10 дней торговых здесь мы снижались по новозеландскому доллару тем не менее после этого попытка уйти на коррекцию попытка показать импульсный рост но скорее всего что нет мы перекрыли этот импульс мы перекрыли этот импульс шартовым движением от 2 марта после чего откатная коррекционная девочка сопротивление 062 40 удержали то есть максимум пятницы и ценовая зона сопротивления 062 60 и это максимум консолидационный который мы с вами увидели роста роста по данной валютной паре поэтому предлагаю открывать шарты по новозеландцу в данном случае стоп лосс выставляем за максимум днев очки 1 марта за максимум этого импульса либо с текущих либо еще будем уходить на небольшую коррекцию тем не менее можно работать шорт и царь или продаж обновление минимумов месяца февраля и ниже то есть принципе здесь картинка неплохая но хочу отметить такой нюанс что как по евро так и по новозеландскому доллару ребят на самом деле получше ситуации торговые были ранее если кто смотрел и обзоры вы знаете что я еще ранее публично рекомендовала открывать продажи по новозеландцу продажи по евро доллару еще в прошлом месяце от хороших накоплений позиции допустим по новозеландцу вот это накопление позиции в рамках шортового пролива вниз показал дальнейший шорт и смотрите какая здесь у нас замечательная отработка произошла можно сказать уже среднесрочная потому что две торговых недели мы снижались по новозеландцу тем не менее текущая картинка немножечко сложновато тем что опять-таки прошел импульс наверху от 1 марта но в принципе учитывая дневное давление учитывая то что есть уже предпосылки определить движение вниз от 2 марта как шортовое перекрытие я думаю что дальше будем уходить в сторону дневного давления по данной паре и показывать новые минимумы и фунт-доллар давайте посмотрим фунт ребят но на самом деле по фунту ситуация на текущий момент пока пока локально не торговая тем что нет точки входа в шорт но если мы проанализируем дневной таймфрейм если мы проанализируем графики за последний торговый месяц по фунт-доллару мы увидим очень интересную ситуацию интересная ситуация тем что смотрите начался у нас пролив вниз 2 февраля 2 3 февраля начало прошлого месяца импульсное движение вниз по фунту после чего после чего попытка уйти на коррекцию увенчалась очередным импульсом вниз и каждая последующая попытка скорректироваться по данной валютной паре заканчивалась в принципе тем же дополнительными шортовыми проливами это значит что фунт-доллар набирая торговую позицию для дальнейшего движения вниз то есть движение в сторону защитных импульсов которые у нас прошли в начале предыдущего месяца если посмотреть на дневной таймфрейм можно увидеть такое давление вниз смотрите давление вниз очень четко видно тем не менее есть такая довольно амплитудная консолидация позиции но несмотря на это я предлагаю я предлагаю работать на продажу по фунт-доллару я со своими подписчиками еще ранее шортила фунта все шортила на вот эту на торговом локальном паттерне который у нас сформировался на прошлой торговой неделе это движение вниз мы забрали то есть от коррекции в районе 1 20 50 примерно рекомендовал открывать шорты это движение вниз мы забрали зафиксировали на минимумах 50 процентов позиции стоп-лосс перевели без убыток фактически уже по стоп-лосс по без убытку нас вынесло тем не менее я имею до оставшиеся 50 процентов позиции а тем не менее если посмотреть на характер дневного движения за последний торговый месяц как я уже сказала у нас дневки продолжают смотреться на снижение но есть один нюанс это то что нужно подождать еще локальный шортовый торговый подтверждающий момент то есть перекрытие дневного вот этого роста пятичного нам нужно подождать для того чтобы открыть шорт по фунту можно в принципе было бы подождать всего лишь навсего часового перекрытия то есть перекрытие на часовом таймфрейме поэтому я буду я буду очень внимательно наблюдать за данной валютной парой если будет хорошая точка захода в шорт я об этом напишу своим подписчикам закрытым телеграм-канале также возможно буду делать какие-то апдейты у себя на youtube канале либо же у себя на значит в моем открытом телеграм-канале мария кухта трейдер поэтому ребята подписывайтесь кому интересно я буду делать последующие значит анализы данных валютных инструментов евро доллар новиза ландис фунт доллар все эти инструменты буду смотреть с позиции шортовых перекрытий если они с понедельника будут рисоваться понедельник вторник если будет рисоваться хорошие подтверждающий торговый момент обязательно об этом буду сообщать своим подписчикам поэтому еще раз кому интересно подписывайтесь подписывайтесь на мой youtube канал мария кухта трейдер я напомню что здесь вы будете получать хороший актуальный контент от меня по основным финансовым инструментом аналитика плюс торговые идеи как сегодня плюс обучающий контент разбор моих предыдущих торговых идей вы сами можете видеть что я делаю разбор своих торговых рекомендаций но не только значит разбираю торговые идеи но и соответственно даю не постфактум торговые рекомендации поэтому если вам интересно обязательно подписывайтесь на мой youtube канал мария кухта трейдер и вы здесь от меня получать все хорошую качественную информацию аналитическую по основным финансовым инструментом я напомню что я рассматриваю как валютный рынок криптовалютный рынок фондовый рынок фондовый индекс металлы товар на серий его рынок ребята рынки рассматриваю все рынки формируют соответствующие торговые паттерны одинаково их можно увидеть на графике на этих паттернах можно заработать эти все моменты можно прочитать кому интересно записывать на ко мне на курсы обучения на курсах обучения все нюансы своей торговли все нюансы своего понимания рынка и своей торговой стратегии защитный трейдинг я рассказываю поэтому кому интересно еще раз записывайте ко мне на курсы обучения а также не забывайте подписываться на мой открытый телеграм-канал мария кухта трейдер где вы также будете получать и апдейты по моим предыдущим торговым идеям и сюда я выкладываю свои видео видео с торговыми рекомендациями видео с разбором своих торговых идей сюда я опишу некие значит дополнительные нюансы по рынку если вижу поэтому также подписывайтесь бесплатно если вы желаете получать от меня больше хороших торговых рекомендаций соответственно больше торговых идей получают подписчики в закрытом телеграм-канале поэтому кому интересно друзья пишите мне в личку для того чтобы подписаться на закрытый телеграм-канал мой с торговыми рекомендациями пишите в личку все мои контакты будут под видео поэтому еще раз если желаете оформить подписку на мой закрытый телеграм-канал пишите мне в личку и все нюансы мы с вами обсудим все вам расскажу поэтому друзья сегодня сегодня у нас такой будет небольшой обзор небольшой обзор с торговыми рекомендациями на следующую торговую неделю еще раз отмечу что по риплу по риплу у нас есть уже на текущий момент до формирован торговый паттерн на продажу то есть по риплу можно уже открывать шарты а по валютному рынку еще нужно ждать шартовых перекрытий но тем не менее направление я озвучила свое видение рынка я озвучила сегодня еще раз перекрытия буду отмечать для своих подписчиков закрытом канале и возможно в открытом канале своем в телеграме тоже сделаю некие отметки по поводу этих нюансов по валютному рынку поэтому еще раз подписывайтесь следите за следующими обзорами если вам понравился сегодняшний обзор поставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на мои открытые телеграм-канал на youtube канал марии кухта трейдер также есть у меня страница в фейсбуке марии кухта капитал подписывайтесь если вы еще не подписались в фейсбуке есть закрытая группа марии кухта трейдер тоже можете подписаться если не подписались и жду от вас реакции ждут вас фидбэка спасибо за ваши предыдущие вопросы спасибо за ваши комментарии а я напомню что в комментариях вы можете задавать вопросы по тем инструментам которые вы торгуете которые вам интересны меня по этим инструментом вы можете задать свои вопросы и либо на следующем обзоре либо в индивидуальном формате отвечу на ваш вопрос и проанализировать тот инструмент который вам интересен еще раз друзья спасибо за просмотр всем хорошего дня прибыльной торговли ждут вас фидбэка ждут вас реакции отзывов и до новых встреч